В английском языке можно выделить пять типов вопросов. Зачем их знать, спросишь ты? Ну, на это есть как минимум две причины. Во-первых, ты сможешь сам правильно задавать вопросы. И во-вторых, научишься правильно отвечать на любой вопрос. Все это поможет тебе звучать как носитель и погрузиться в разговорную среду. Итак, с вами Голос English Show. Сразу поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Поехали! Первый тип вопросов в английском – общие вопросы, или yes, no questions. Как можно догадаться, это вопросы, на которые отвечают да или нет. Например, Хочешь, чтобы я рассказал о тебе? Как задать общий вопрос в английском языке? Не секрет, что каждое время английского языка имеет свой вспомогательный глагол. Они нам и помогают при составлении вопросительных предложений. Схема такая. Вспомогательный глагол плюс подлежащее плюс сказуемое. Например, Он ходит в школу каждый день. Что мы можем сказать об этом предложении? Давайте разберем его подробнее. Тут Он – это подлежащее. Гоуз – ходит. Это сказуемое. А еще это Present Simple, ведь действие происходит регулярно, каждый день. Глаголами-помощниками в Present Simple будут Do для местоимений Are, We, You, They И Does для местоимений He, She, It В нашем случае в школу ходит он He, поэтому мы используем Does. И если мы составляем вопрос, то получается Does he go to school every day? Он ходит в школу каждый день? В нашем примере окончание S у сказуемого исчезает, так как does забирает на себя эту функцию. С вопросом разобрались, но как быть с ответом? Как правильно ответить на общий вопрос? Чаще всего достаточно ответить просто да или нет. Но в английском это не просто Yes или No. Разберем по порядку. Краткий утвердительный ответ состоит из Yes плюс местоимение, соответствующее подлежащему плюс вспомогательный глагол. Зачастую он тот же, что и в вопросе. Например Is it starting to snow outside? На улице начинается снег? Yes, it is. Да А вот краткий отрицательный ответ на общий вопрос состоит из No плюс местоимение, соответствующее подлежащему плюс вспомогательный глагол. Зачастую он тот же, что и в вопросе. например did robin лидер робин жил там но у и динат мелки динат нет если тебе кажется что материала слишком много для того чтобы понять его за пять минут то это не проблема сын ли шоу ты можешь учить английский так как тебе удобнее хочешь индивидуальные занятия с преподавателем записывайся на бесплатный урок и начни учить язык по-настоящему прямо сейчас хочешь подтягивать разговорный английский с носителями добро пожаловать в проект на эти в шоу любишь читать десятки платных и бесплатных книг ты можешь найти у нас на сайте а если не знаешь с чего начать по просто оставь заявку на бесплатный урок на нашем сайте и расскажи менеджеру о своих предпочтениях все это и многое другое ищи на нашем сайте english show . ru ссылка в описании следующий второй тип вопросов в английском языке это специальные вопросы или wh questions это вопросы с вопросительными словами такими как q кто год что хау как и другими например воду и но баутин что вы о нем знаете построение вопросительного предложения в этом случае не отличается от общих вопросов мы просто добавляем специальное вопросительное слово в начало предложения вот еще несколько примеров when did she say that когда она это сказала а лонгавина у меня как давно ты знаешь третий тип вопросов в английском языке это альтернативные вопросы alternative questions название говорит само за себя это вид вопросов который предоставляет возможность сделать выбор между несколькими вариантами предоставляет альтернативу например дай колор or black and white а дай колор or black and white они цветные или черно-белые главным признаком такого вопроса является союз or или по сути это общий вопрос вспомогательный глагол плюс действующее лицо плюс какое-то слово or и другое слово или специальный вопрос добавлением возможности выбора вопросительное слово плюс вспомогательный глагол плюс подлежащие плюс сказуемые вариант 1 or вариант 2 вот еще несколько примеров do you like tea or coffee любишь чай или кофе is your suit grey or black твой костюм серый или черный which do you prefer with or without salt как ты предпочитаешь солью или без если альтернативный вопрос относится к подлежащему по второму подлежащему всегда предшествует вспомогательный или модальный глагол как вот в этих примерах did you hear two weeks or did you hear tomorrow вы слышали две недели или вы слышали завтра или did you see or did you not see you see or did you not say вы видели или не видели четвертый тип вопросов в английском языке это разделительные вопросы или tag questions эти вопросы в английском задают не для получения какой-то информации а для ее подтверждения или наоборот опровержения на русский язык вопросительная часть переводится правда не так ли или просто да you haven't told anyone you haven't told anyone have you you haven't told anyone have you ты же никому не рассказал да разделительный вопрос состоит из двух частей обычного утвердительного или отрицательного предложения и собственно вопросительной части хвостика эта вопросительная часть состоит из вспомогательного глагола и местоимения соответствующего подлежащему основной части например isn't it were you didn't you и так далее вопросительная часть всегда присоединяется к утвердительной цепи той и согласовывается с ней грамматически как есть два основных правила во-первых у главной части и вопроса должны быть противоположные знаки если первая часть утвердительная то вторая должна быть в отрицательной форме если же основная часть имеет отрицательную форму то хвостик должен быть утвердительным сравните lucy hasn't bought an u-mobile yet с че люси еще не купила новый телефон не так ли и lucy has bought an u-mobile hasn't she люси купила новый телефон не так ли второе важное правило если в основной форме есть вспомогательный или модальный глагол он же должен повториться в хвостике его звать бозан и бушай бозный он был прав да а если в первой части вспомогательного глагола нет по хвостике в английском языке требуют вспомогательного глагола времени в котором стоит основная часть например юлайт бириндю юлай ты соврал не так ли в утверждении юлайды нет вспомогательного или модального глагола но мы можем с легкостью определить время это past simple или прошедшее простое вспомогательным глаголом в этом времени будет беды его мы используем вопросе дидентю ну что готовы проверить себя добавьте вопрос тильную часть к предложению he goes shopping every friday night пишите в комментариях свои варианты и мы залайкаем правильные ответы ну и последний пятый тип вопросов это вопросы к подлежащему или сабжект questions вопросы к подлежащему находится в отдельной группе вопросов так как имеют свои особенности они по сути повторяют утвердительное предложение заменяя подлежащие вопросительным словом сравните you left the fridge open и оставил холодильник открытым заменяем you на вопросительное слово ху и получаем who left the fridge open кто оставил холодильник открытым а как подлежащие отвечает на вопросы кто или что то вопросительными словами в этом типе вопросов будут q и вот примеры улыбские кто здесь живет или вот happened with the witness что произошло со свидетелем если тебе понравился этот ролик то обязательно поставь лайк а если у тебя остались вопросы отдай знать об этом в комментариях с вами был голос инглиш шоу пока